Давай, выбери Йотунхейн и отправимся. Вероятно. Сын, голову готовься. А, да. Взял. Будем надеяться, что ты не взорвешься. Ой, об этом я не думал. Может, это стоит сперва обсудить? Не, все будет хорошо. Готов. Ой, неприятно. Давай, сын. Смотри. Цель близка. Ну, чего мы ждем? Это далеко? Увидим. Стоп, стоп. Слушайте, на два слова. Зачем портить такой важный момент присутствием гниющей головы? Может, я здесь подожду? Это ведь семейное дело. Да. Но если кто-то найдет... Клянусь мягонькими сиськами, божественный сив. У вас получилось. Простите. Хотели увидеть. О, нет. Нет, 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 нет. Ну, ладно. Ладно. Присмотрите тут за головой. Я могу. Нет, не могу. Ну, ладно. Готов? Идем. У меня на тебя большие планы. Хе-хе-хе-хе. Пусть поскорее. Ладно? Людей тебе. Смотри, мы на пальцах великана. Впереди высочайшая вершина. Вон там. Мы дошли. Дошли. Что ты делаешь? Мне больше нечего скрывать. Может, пойдем? Цель так близка. Сын. Сын. Неси. Сын. Ничего. Я думал, что уже услышу голоса. Эй, есть кто живой? Чьи это лица? Чьи это лица? Может, это все великаны, что ушли из Митгарда живыми? Как-то их мало. Что это такое? Наверное, по пути из Митгарда они все проходили здесь. Один и Тор – разрушители всего. Где они теперь? Они спаслись. Значит, могли тут выжить. Но я не уверен. Кто этот страж? Я должен их чувствовать. Но никого нет. Все мертвое. Зачем мама отправила нас сюда? Каждый ответ рождает еще больше вопросов. Стой! Отец! Что-то происходит. Что-то происходит. Что-то происходит. Твой топор. Это мама. Смотри. Она спорит с великанами. Она... знала великанов? Это мы. Когда встретили мирового змея. Но как... И наш бой с Бальдром! Это было только что. Стой. Они знали все, что произойдет. Дракон на горе. И каменщик. Эти рисунки... Это все про нас. Нет. Это все про тебя. Но... Что это значит? Значит, что у твоей матери тоже была тайна. Ты не знал. Она великан. И я великан. Почему она вскрыла? Она отправила нас сюда, чтобы мы это узнали. Но... Почему не сказала сама? Наверняка на то были причины. Бальдра не отправляли искать меня. Он с самого начала искал ее. Не зная, что она стала пеплом. Раз у нее был замысел... Я ей верю. Каков бы он ни был. К тому же... Она еще не ошибалась. Скорей. Мы почти дошли до конца. Да. Да, это так. Смотри. Это мамина. Она была здесь. Она предвидела каждый наш шаг. Она словно всегда была с нами. Наблюдала за нами. Вела нас домой. Закончим. Закончим. Закончить. Закончим. 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 Отец. Нет, сделаем это вместе, сын. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 И еще смертный. Да. Почему? Этот вопрос мы отложим. Сейчас идем домой. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Теперь ясно, почему она хотела быть здесь, вместе с родными. Но она знала, что здесь будет вот так. Хотела, чтобы мы это увидели. Хотела, чтобы мы рассказали об этом или скрыли. Дима Торзок. Я... не знаю. Что нам делать? Тебе принимать решение. О! А почему ты назвал меня Атреем? Это ведь не в честь Бога. Ха! Нет. Это был воин. Спартанец. Великий воин? Все спартанцы – великие воины. Мы тренируемся с рождения. Дисциплина, долг, битвы и смерть. Жизнь всегда сурова. И мы сурово смотрим на нее. Но спартанец Атреем не был похож на других. Он улыбался даже в худшие дни. Он вселял в нас надежду. Глядя на него, мы понимали, что хоть мы всю жизнь посвящаем войне, мы все же люди. Что в нас есть человечность. Когда настала его очередь погибнуть в бою, своей смертью он спас много людей и перевернул ход сражения. Я принес его домой на щите и похоронил с почестями. По всем спартанским обычаям. Память о нем утешала меня в самые темные времена. Ого! Ты все-таки умеешь рассказывать. А Мимир не слышал. Если теперь ты решишь, что нам пора возвращаться домой, я пойму. Но мы еще освободили не всех Валькирий. Наверняка еще кому-то надо помочь. Может, за этим нас мама сюда и отправила? Что бы сделал спартанец Атрей? А что бы сделал Локи? Странное имя. Мне больше нравится то, что дал мне ты. Друзья, ох, как я вам рад. Я уже по горло сыт общением с гномами. В чем дело, Мимир? Сперва они меня измерили вдоль и поперек, а потом спорили о погоде. Куда тебя отнести? Пожалуй, в приветливое подальше отсюда. Куда тебя отнести? И вот именно измерим. Спасибо. Продолжение следует...